Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Торговля алкоголем по новым правилам и знание законов от ответственности не освобождает. В уборке анапских пляжей задействована современная техника, в МОПАКУ – новое приобретение. Пассажирские перевозки в курортный сезон. Проблемы и достижения транспортной отрасли. Сейчас обо всем подробнее. Строитель-самовольщик оставил без света часть Пионерского проспекта. Не имея разрешения, разрыл участок земли и нарушил коммуникации и проложенный под землей электрический кабель. Земельные участки в районе комплекса построек военного госпиталя находятся в частной собственности. Выполняя работы по договору с хозяином участка, рабочие при раскопке повредили кабель, оставив без света часть Пионерского проспекта. Как только произошел разрыв, рабочие мне об этом сообщили, я подъехал на место, оценил обстановку и сразу же сообщил в компетентные органы. Сотрудники управления муниципального контроля оперативно прибыли на место, чтобы выяснить все обстоятельства и причины аварии. Раскапывали просто траншею на меже с собственным участком и ввиду того, что не было каких-то пометок о том, что проложен кабель и так далее, наткнулись на кабель и произошел разрыв. По установленному факту самовольного разрытия непосредственно сейчас ведется и составляется протокол. В ближайшее время подачу электроэнергии на Пионерском проспекте восстановят, но ответственности с подрядчика это не снимает. Штраф придется оплатить. К контрольную закупку алкоголя не прошли несколько магазинов и торговых точек в Анапе. Со вступлением в силу нового федерального закона, запрещающего розничную торговлю спиртным на розлив, нарушителей, работающих по старым правилам, оказалось много. С июня 2014 года покупать вино на розлив можно только в стаканах, а приобретать пластиковые тари нельзя. Конечно, это ударит по выручке виноводочных магазинов. Продавцы нарушают закон. Первая точка рейда – закусочное Черное море на улице Астраханской, 76. Специалисты управления торговлей потребительского рынка курорта, управление по виноградарству, винодели, алкогольной продукции Краснодарского края. Сотрудники полиции сделали контрольную закупку. Проверку продавец не прошла. Специалисты рейдовой группы составили административный протокол. Документы в закусочной в порядке. Зато во второй точке проверки – кафе «Морская звездочка» на улице Набережной, 67, лицензии на продажу алкоголя нет. И контрольную проверку продавцы не прошли. В заведении алкоголя писали и изъяли. За нарушение закона собственники заплатят штраф. Физические лица от 5 до 10 тысяч рублей, юридическая фирма от 50 до 100 тысяч рублей. Борьба с незаконной продажей алкоголя на курорте продолжается. С начала года в Анапе изъяты сотни тысяч литров контрафактного спиртного. И к другим темам. На вооружении муниципального предприятия объединения курортных услуг, обслуживающего анапские пляжи, появилась новая техника. Машина для оборонования песка делает чудеса. После нее золотой запас нашего курорта становится пушистым и свежим. За рабочим процессом под ночным небом наблюдала наша съемочная группа. С начала лета с пляжей Анапы вывезено 5 190 тонн комки и 790 тонн бытового мусора. В санитарной очистке золотого запаса нашего курорта задействуют современную технику. Накануне на вооружении у МУП объединения курортных услуг появилась новая машина. Техника дисковая, универсальная, была изготовлена по специальному заказу администрации города-курорта. Предназначена она для оборонования песка. По инициативе главы города-курорта Анапы Сергеева Сергея Павловича выехали в город Тихорецк на машиностроительный завод. Мы встретились с руководством Динамо и изготовили специально для пляжа дисковую фрезу, которая регулирует глубину, угол наклона и выравнивание поверхности. Благодаря новой технике песок становится рассыпчатым и пушистым. Это отметили жители и гости Анапы, пришедшие сегодня утром к морю. По словам специалистов предприятия, обслуживающего пляжные территории, многие отдыхающие отметили качество взрыхленного сыпучего золота. Мы рыхлили пальчиковыми боронами, но там, где песок не плотный, а где уплотнение уже, они не дают эффекта такого. Поэтому тогда специально закупили борону, которую мы сейчас стоим на такой почве плотной, которая дисками взрыхляет и выравнивает. Об этом уборщики пляжей позаботились с вечера. Вся техника работает в утреннее и вечернее время, пока нет наплыва отдыхающих. Новая машина за 3-4 часа обрабатывает до 8 гектаров территории. Также все пляжи Анапы оборудованы урнами для сбора бытового мусора. Его выемка производится трижды в день. Все учреждения санаторно-курортного комплекса, эксплуатирующие пляжные территории, в обязательном порядке работают по договорам со специализированными предприятиями по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Ежедневно сотрудниками администрации Анапы и городских служб производится мониторинг пляжных территорий и контроль за исполнением мероприятий по санитарной очистке. Значительный рост пассажиропотока зафиксирован в сферах автомобильного, железнодорожного и авиасообщения. Как функционирует транспортная отрасль Анапы в высокий сезон, обсудили на общегородском планерном совещании. О работе отчитался начальник отдела транспорта и связи Юрий Кудрявцев. Транспортные услуги по перевозке пассажиров в Анапе выполняют 530 автомобилей и автобусов общественного городского транспорта. Маршрутная сеть включает 11 городских и 34 пригородных автобусных маршрута, на которых ежегодно перевозят более 10 миллионов пассажиров. Регулярные перевозки в городе осуществляют 9 транспортных предприятий. Безопасность и регулярность движения общественного транспорта, внешний вид автобусов и маршрутных такси и чистота в салонах – эти вопросы должны быть на постоянном контроле, подчеркнул глава города Сергей Сергеев на общегородском планерном совещании. В период подготовки к короткому сезону на автобусных павильонах было актуализировано расписание движения автобусов. На трогаве движения автобуса в настоящее время там скреплены маршруты, такие как 114-128-й. Это город Анапе, поселок Витязево, с истрачен до 4 минут. Время работы автобуса на линии подлину до 24 минут. Частая причина опозданий транспорта – пробки. из-за нарушения правил остановки и стоянки транспорта. Но и эту проблему успешно решают. В настоящее время деятельность перемещения задержанных транспортных средств на городе города Анапаса осуществляют три предприятия. Два города, я думаю, видите, вчера открылась. За вечерами было уже эвакуировано на стоянку 17 машин. Работа продолжается. Еще неделю на улицах и дорогах муниципального база города Анапаса задерживается и перемещается на специализованную стоянку 150 единиц техники. На въезде в город изменена схема дорожного движения от санатория «Россиянка» до улицы Северной. В настоящее время специализированная организация проводит работы по изменению режима светофора на развязке в районе санатория «Россиянка» с целью урегулирования транспортных потоков. Еженедельно сотрудники администрации и департамента транспорта Краснодарского края, отделы МВД России, инспекторы ГИБДД и РОТДПС проводят профилактические проверки. Пресекают незаконную деятельность легковых такси. С начала года к административной ответственности привлечено 89 нарушителей. 17 транспортных средств задержано и помещено на стоянку до решения суда. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 104. В четверг 17 июля в Анапе облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 23 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра втутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова